Привет! Меня зовут Фролов Владимир и я буду вести 3D-моделирование в Tinkercad. И в треке 3D-моделирования в Tinkercad мы с вами сможем погрузиться в 3D-моделирование. Tinkercad это очень простая, удобная и интуитивно понятная среда для 3D-моделирования. Можно сказать, что это первый шаг для вашего будущего профессионального успеха. Несмотря на небольшой набор инструментов, результат работы в этой программе может очень сильно удивить с положительной стороны. Погнали! Итак, давайте проведем с вами обзор программы Tinkercad. Это видео будет полезно для тех, кто не знаком с программой, а также возможно и для тех, кто уже знаком. Для того, чтобы попасть в рабочее пространство, нам нужно зайти на сайт tinkercad.com. После этого необходимо либо зарегистрироваться, либо войти через аккаунт Google. Я войду через учетную запись Google. Да, также еще на стартовой странице есть информация. То, для чего будет полезен Tinkercad, а также о его возможностях, с которыми вы сможете познакомиться самостоятельно. Давайте войдем в программу. Преимущество Tinkercad в том, что эту программу не нужно устанавливать на свой ПК. Соответственно, занимать место и использовать возможности компьютера. Единственное, что нам нужно, это стабильный, хороший интернет. Итак, мы попали в рабочее пространство моего, в данном случае, кабинета. Видим Фролов Владимир, чья учетная запись. Здесь есть галерея, в которой представлены различные работы. Тоже сможете ознакомиться. Блог, в котором люди общаются. Есть еще раздел для обучения. Советую его посмотреть. Если вы не знакомы, пройти. Уроки простые, но они вам тоже помогут в освоении приемов работы Tinkercad. Возвращаемся. Это вы все исследуете самостоятельно. Для того, чтобы начать работу, нужно нажать кнопочку «Создать проект». И появляется рабочее пространство, рабочая плоскость, непосредственно на которой мы можем осуществлять моделирование. Зажимая правую клавишу мыши, я могу эту рабочую плоскость крутить, вращать вокруг оси колесиком, приближать и отдалять. Также слева у меня присутствует панель навигации. Первое – это видовой куб, на котором выбирая грани с помощью стрелочек или нажимая на грани куба, мы спокойненько разворачиваем нашу рабочую плоскость. Кнопочка «Исходный вид», то есть первоначальное положение. Давайте поставим объект. Поставлю параллелепипед. Есть у нас рамочка, то есть когда в рабочей плоскости у нас много тел, объектов, а мы хотим непосредственно один какой-то объект выделить. И с помощью колесика, например, не очень комфортно у нас это получается, тогда с помощью этого инструмента вписать вид. Мы к нему приближаемся, рассматриваем и проводим с ним какие-то манипуляции необходимые. Минус, плюс, приблизить, отдалить. И последнее – это перспективный вид. Возможно, тоже будет чем-то полезен. Итак, про навигацию сказали. Идем дальше. Есть в Tinkercad как основные формы, видите, примитивы, с помощью которых непосредственно происходит моделирование, так и библиотека различных готовых фигур. В данном случае вот у нас есть текст, фигуры, соединители. Это вы, даже части динозавров, скелетиков, это вы тоже исследуете самостоятельно. Мы сейчас на простых фигурках с вами проведем знакомство. После того, как мы взяли какой-то объект, выбрали, мы можем менять его размеры. Размеры можем менять, нажав на маркер, на белый. То есть непосредственно здесь вводить циферки с клавиатуры. Первый вариант. Второй вариант, как вы уже догадались, есть у нас цифры в параметрах этого объекта, которые у нас непосредственно высветились. Либо можем еще воспользоваться бегуночком. То есть, если прямо на глазок нам нужно что-то подредактировать. Также мы можем поменять цвет нашего объекта на тот, который нам больше нравится. И сделать это в любой момент. Так, закрыл. Что еще мы можем с объектом сделать? Наше тело, это после того, как мы что-то с ним сделали, и нас это уже устраивает, мы его можем запретить к редактированию. Для этого у нас есть кнопочка, замочек специальный, да? Видите, я его нажал. Я уже не могу ни переместить, ни удалить, ничего с ним не смогу сделать. Ну, как замочек открыл, снова я могу с этим объектом проводить манипуляции. Также мы можем его просто скрыть. Для того, чтобы он нам не мешался, чтобы мы его случайно не объединили с другим телом, ну или еще что-то с ним сделали. Убрали, когда он нам понадобился, мы его снова открыли, скажем так, для редактирования, для нашей композиции. Так, что еще мы здесь можем с вами посмотреть? Да, любое тело может быть представлено как в форме просто тела, либо отверстия. Покажу, в чем разница. Вот, в данном случае представим, что нам нужно сделать отверстие, точнее вычесть цилиндр из параллелепипеда. Мы устанавливаем необходимые размеры для цилиндра, те, которые нам нужны. Делаем его отверстием. Также вы можете видеть, что уже существует параллелепипед и цилиндр в виде отверстия. Ну и мы можем любое тело сделать отверстием, любое, которое создали сами даже. Вот. Делаем его отверстием, передаем ему такие формы, которые нужны. Условно, на глазочек ставим его в центре. После того, как мы их поставили в центре, мы можем их объединить. Объединяя два эти тела, одно вычитается из другого. Видим, получилось отверстие. Либо, если нам нужно эти два тела, просто объединить. Опять выделяем. Позиционируем так, как нам нужно. И объединяем. При объединении два тела становятся одного цвета. Мы можем их, условно говоря, выкрасить в какой-то один цвет, либо сделать разноцветными. Но уже это объединенное тело. Если что-то не так, результат нас не устраивает, мы можем их разгруппировать. То есть, нажав на кнопочку, разгруппировать и спокойненько отредактировать так, как нам нужно. И проводим дальнейшие наши манипуляции. Если нам что-то не нужно, мы можем выбрать эту форму объекта, нажать Delete, и, соответственно, мы его удалим. Также у нас есть здесь кнопочка удалить, которой мы можем тоже воспользоваться. Для того, чтобы скопировать, мы можем воспользоваться горячими клавишами, либо нажать на кнопочку копировать. И, соответственно, у меня появилось два параллелепипеда. После того, как мы его переместили, если мы нажмем еще раз копировать, он уже у нас копируется на то расстояние, на которое до этого мы перемещали второй объект. Что тоже бывает удобно. Представьте, нужно создать забор, например, таким образом, да? Очень быстро мы будем нажимать, копировать, копировать, и спокойненько у нас заборчик становится. Либо, например, цилиндры, если нам нужны бревнышки, домик мы хотим построить, да? Также мы можем наш объект перемещать вдоль трех осей. вот, представим, что нам нужно с вами сделать домик из бревнышка. Нажимаем опять копировать, второй объект поднимаем на ту высоту, которую необходимо, и так далее у нас стеночка готова. объединили этот объект. Теперь у нас единый целый. Давайте вот, как будто нам кубики мешают, мы их скроем. скроем. Вот, теперь мы можем скопировать, и у нас, условно говоря, уже две стены, да? То есть еще два раза скопируем, и будет четыре стены, домик готов. Так, скопирование мы разобрались. Еще есть у нас хорошие и удобные, необходимые для нас инструменты. Так, изменение форм тела мы с вами сказали, как это меняется. То, что мы можем провернуть как угодно, потрем ося, куда угодно, сказали мы об этом. Теперь, если мы тело наше с вами повернули, и нам его нужно отразить зеркально, вот есть у нас такой инструмент здесь, отразить зеркально, и нам будет задаваться вопрос относительно чего вы хотите его зеркалить. То есть, видите, таким образом тело наше отражается зеркально, что может быть тоже для нас полезно. Отмена действия, есть здесь у нас стрелочки на панельке управления. Так, отлично. Теперь, что у нас еще тут есть? Есть у нас такой инструмент, как линеечка. Вернемся в исходное положение, случайно не туда поставил, линеечка. Мы ее ставим, и теперь все объекты будут позиционироваться относительно этой линеечки. Например, поставим любой объект куда угодно, и мы видим, вот теперь видим, зажимаем колесико, перетаскиваем рабочую плоскость, что у нас появились два размера, условно, относительно некого начала координат. также мы можем позиционировать благодаря этой линеечке в трех плоскостях, то есть, что тоже довольно-таки удобно. И так, сколько бы объектов мы с вами не поставили, соответственно, будут привязываться к нему размеры, что тоже будет очень удобно для компоновки какого-то определенного тела, объекта и так далее. Так, что еще мы с вами не посмотрели? Если нам нужно, а нам это нужно будет, выравнивать объекты относительно друг друга. Давайте на примитивчиках. Нам нужно вот эти два объекта объединить, но так, чтобы цилиндр стал в центр параллелепипеда, извиняюсь. Вот, есть такой хороший инструмент выровнять. И мы можем выравнивать по трем точкам. Видим, нам предлагается, И даже так. И наш параллелепипед стал по центру. То есть, с помощью этого инструмента можно и нужно выравнивать и получать точные геометрические размерчики и виды, которые нам будут нужны. Так, это мы сказали. Отлично. Возможно и пригодится есть такой еще инструмент рабочая плоскость. Благодаря ему мы можем создавать рабочую плоскость на любой поверхности. вот видите, сейчас я создал рабочую плоскость на параллелепипеде. Поставлю сюда относительно сферу. Так вот мне захотелось. То есть, видим, это очень удобно. Также мы можем рабочую плоскость на наклонную или боковую поверхность поставить и что-то, если нам нужно надписи сделать, ну или также спокойненько разместить любое тело. То есть, вот это инструмент очень удобный и очень нужный. Так, про редактирование сказали, группировка, разгруппировка, выравнивание, сказали зеркально сделать, сказали, рабочая плоскость линейка. Есть еще у нас запись. То есть, эта запись может быть сделана как для вас, так и возможно для меня потом какое-то объяснение. Напишу проект. Проект не закончен. То есть, эту запись свернуть. Можно куда-то на плоскость ее, видите, какой-то поверхности добавить. После того, как она может быть вам уже не стала нужна, вы ее можете спокойненько удалить. То есть, тоже возможно вам понадобится. Имя проекта формируется, генерируется самостоятельно, но мы его можем поменять. То есть, нажимаем Enter. формируется, еще преимущество в чем заключается. То есть, когда мы работаем, у нас все сохраняется в режиме реального времени, пока работает интернет. То есть, нам с вами ничего нажимать дополнительно не нужно. Интернет работает, проект соответственно сохраняется. по формам вы здесь разберетесь, по их видоизменению с помощью маркеров тоже. Вот здесь есть еще один такой Scrabble инструмент очень интересный. Он вам позволит создавать какие-то уникальные тела, которые вы сможете нарисовать, закрасить и так далее. И в окошке видите, сейчас у меня появляется собственно мы можем его потом стереть, а можем оставить. Нажимаем кнопочку готово и видим то, что я нарисовал в принципе и получилось. Вот это очень удобный инструмент для каких-то уникальных, сложных, ну конечно если рука не дрогнет и хорошо симпатично нарисует. Уверен это вам тоже пригодится. Ну что ж, в принципе основной инструментарий мы с вами посмотрели. Самое главное могу только от себя добавить, что естественно мастерство ваших будет расти по мере выполнения каких-то заданий. Открою вот один проект для наглядности. Да, вот например герои из Майнкрафта, которые ребятки у меня делали. То есть когда конечно простые условно говоря квадратные фигурки то их просто делать позиционировать и так далее. Вот. То есть желательно начать с самых простых фигур, моделей, объектов. Машинку какую-то сделать еще что-то и потом уже усложнять для себя задачу. Инструментарий простой, понятный, вот. Но чем сложнее объект, тем скажем так нужно более творческо к нему подходить и понимать из каких простых элементов его составлять. Это бычок вот такой симпатичный. То есть как одно тело вычислить из другого, чтобы получился тот результат, который нам необходим. Для совсем новичков настоятельно рекомендую пройти обучающие еще встроенные курсы почитать. Взять какую-то игрушечную машинку можно и попытаться ее создать в Тинкеркаде или домик или еще что-то. Вот видите тоже домики создавали. Я уверен, что все у вас получится. Подлежачий камень, как говорится, вода не течет. Так что берите, творите, учитесь, развивайтесь. Я уверен, у вас все получится. Итак, мы с вами познакомились с программой Тинкеркад и теперь вы сможете успешно выполнить конкурсное задание и я уверен, что мы встретимся с вами в финале. Пока-пока.